Всем привет! Меня зовут Юлия. Я сегодня наконец-то начинаю серию читательских дневников, в ходе которых буду знакомиться с классической литературой. Вас я, конечно же, приглашаю присоединиться к моей программе. И те, кто случайно попал на канал или случайно включил это видео, советую посмотреть мой предыдущий ролик. Я ссылку на него оставлю в описании. Я там объясняла, зачем мне классическая программа и немного рассказывала о литературе, которую буду использовать для освоения этой программы. В общем-то, я всю свою программу распланировала в соответствии с вот этими четырьмя сборниками лекций, плюс еще видеоматериалы, плюс сами произведения, конечно же. И если вы планируете присоединяться ко мне и читать классику этой осенью, или хотя бы просто смотреть мои читательские дневники, то я сейчас у всех не буду отнимать время, но вы, пожалуйста, досмотрите видео до конца. У меня будет к вам парочка вопросов чисто по процессу съемки, когда вам удобнее будет выкладывать ролики. Ну и все в таком духе. Определимся с этим в конце. И сейчас расскажу, чем я буду заниматься именно на этих выходных и чего вам ждать от этого читательского дневника. Итак, давайте сначала про программу в целом. Я обозначу ее только в этом ролике, дальше уже будем идти просто по плану. Я решила начать вот прямо с самого-самого начала. Это с античной литературы, с Греции и с Рима. Сегодня как раз будем там разбирать и про миф, и все прочее. Потом займемся литературой в средневековье. Заканчиваем этот сборник. Потом переходим к литературе эпохи возрождения. Это первая половина вот этой книги. Потом занимаемся чисто русской классической литературой. И в конце здесь уже более современная литература 20 века. Ну и, в общем-то, совсем современная. И самая финальная точка в изучении классической программы, это чисто мое фанатское увлечение, но я надеюсь, что вы тоже со мной до этого дойдете. Это история комиксов. Как вы знаете, что комиксы хоть жанр и относительно новый всей литературы, но там уже тоже есть и «Золотой век», и прочее, и классические комиксы мы с вами тоже обязательно почитаем. Итак, сегодня мы начинаем знакомство с античной литературой. Я так примерно книгу себе уже разбила по урокам, чтобы удобно было каждую неделю брать определенный фрагмент. Вот отметила себе момент, до которого мы должны за эти выходные доработать и разобрать. Сегодня определяемся с понятием мифа, говорим о периодизации мифологии Древней Греции, дальше разбираем Илиаду Гомера. Естественно, я ее саму читаю. Читаю ее в соответствии с советами и пометками Евгения Жаринова, и вот доходим до Одиссеи, которую оставляем на следующую неделю. Я буду читать, делать для вас пометки, сама для себя вести конспект. Так что давайте начинать! Так, я закончила разбираться с первой частью, с понятием мифа. И на самом деле вот это только кажется, что все мы так или иначе знаем, что такое мифология, что она из себя представляет, что такое сам миф. Да и мне кажется, в принципе, там, про древнегреческую, про вообще вот этот античный период все так или иначе там в школе учили. На самом деле понятие мифа, я сейчас буду ориентироваться на свой конспект, потому что вот это по свежим следам вам рассказываю, понятие мифа и мифологии, в принципе, гораздо глубже. Корни гораздо дальше берут свое начало, чем мы привыкли себе это представлять. Вот мне очень понравилось, как Евгений Жаринов проводит такую связующую цепь между мифологией и современной юриспруденцией. Вот древняя мифология в той или иной степени дала начало современным религиозным учениям. В свою очередь, религиозные учения служат основой и понятием о нравственности. Но, как мы знаем, что современная юриспруденция как раз и основывается на понятиях нравственности, понятиях законности, которые, как мы видим, проистекают из мифологии. Так что все это оказывается гораздо глубже, гораздо интереснее. Также вот в этой первой части первой главы рассказывается про то, что мифология и мифы отвечали не только за то, чтобы объяснять людям природные явления, какие-то там катаклизмы и прочее. И боги отвечали не только за явления природы, но и за человеческие чувства. Их конфликты, которые описываются в мифах, их чувства являлись проявлением человеческих эмоций и чувств. И вот здесь Евгений Жаринов уже как бы дает затравку на то, что скоро мы будем читать Илиаду. Он говорит, что там в основном действует как бы демон гнева, который дает тут завязку конфликта Илиады. Также Евгений Жаринов делает акцент на том, что мифы до сих пор имеют неистекаемую актуальность. Я, в принципе, с этим абсолютно согласна и могу это подтвердить, потому что в начале лета я читала «Науку любви» о виде, где человеческие чувства, как они описывались несколько тысяч лет назад, так и сейчас они описываются абсолютно одинаково. То есть очень многое в мире поменялось, но человеческая суть остается на протяжении веков и тысячелетий абсолютно неизменной. И мы занимаемся дальше периодизацией мифологии Древней Греции. Наверное, по изменяющемуся освещению вы замечаете, что проходит довольно продолжительный период времени, потому что я думала гораздо быстрее это все будет разбираться, но на самом деле дается довольно большой пласт знаний у Евгения Жаринова, и мне приходится очень многое гуглить. Я не буду вам пересказывать периодизации, он достаточно сильно углубляется в то, как античные народы мигрировали, как от этого менялось их мировоззрение, менялись их религии. Я же вам расскажу выжимку, вот прямо выжимку-выжимку периодизации. Во-первых, это период хтонический, то есть хтоническая стадия. Вы наверняка могли слышать вот в каком-нибудь фэнтези понятие «хтонь», что-то хтоническое, так вот, это как раз берет свое начало именно из мифологии. Хтоническая стадия – это преобладание стихийного, иррационального, даже в чем-то аморального, и это связано в первую очередь с самым древнейшим культом, с культом богини-матери Земли. Дальше начинается период фетишизма, и фетиш – это любая вещь, которая одушевляется. Здесь уже богов представляли в виде каких-то камней, там может быть полена. В общем, когда обычная какая-то вещь, может быть даже грубо обработанная, наделяется душой, и тут уже бог существует, пока существует эта вещь. Важно в этой стадии отметить боги и герои – это предметы. Дальше вот уже начинается анимизм. Это более интересно, но лично для меня. Это вера в существование душ и духов. Здесь уже эпоха чудовищ, которая была на предыдущих этапах, сменяется человекоподобными богами и божествами. И вот после этого наступает самая интересная стадия, это самый расцвет древнегреческой, древнеримской мифологии – это антропоморфизм. То есть здесь идет вообще наивысшее очеловечивание богов. Это как раз вот Зевсова мифология. И там все древние люди прямо до мелочей знали, как выглядит Зевс, какие ноги у Гермеса, как кричит Афина. То есть вот все-все до подробностей расписано. И, собственно, именно этот период считается наивысшей точкой расцвета в античной мифологии. На самом деле, возможно, я рассказываю вам так немного путанно, но Евгений Жаринов рассказывает все очень прямо понятно-понятно. То есть конспект получается буквально на две странички, если брать сухую выжимку. И сейчас я немного прервусь, а к Иляде я вернусь, наверное, уже завтра. Вообще, как я распланировала тратить время на процесс обучения. Это на выходных в общей сложности выделять три часа. В субботу полтора, в воскресенье полтора и в течение недели читать произведения, которые относятся вот к этим главам. Так что я все откладываю до завтра. Но пока скажу, что мне очень нравится. Как минимум, я для себя разобрала, что такое хтонь, что это вообще за понятие, как оно относится к фэнтези и что имеется в виду, когда вот это подразумевается. Потому что, ну, в принципе, я понимала там у того же Лавкрафта, что под этим подразумевается. Но закрепить и упорядочить это в голове просто очень круто и приятно. Так что возвращаемся к Иляде завтра. Ну что, спустя первое мое занятие у меня есть для вас две новости. Не пугайтесь, что я завершаю. Я сейчас все расскажу, что узнала и какие уроки для себя вынесла. Первая новость так себе. Заключается она в том, что мой мозг просто в огне. Он кричит мне, Юля, ты что? Нормально же сидели. Зачем тебе все это нужно? Потому что все это обучение оказалось несколько сложнее, чем я себе предполагала. Как в книге Евгения Жарина текст довольно сложный. То есть я, когда книгу покупала, посмотрела вступление и решила, что все дальше так и будет простым языком написано. Но мне в итоге приходится очень много гуглить, многие слова. Но есть и очень хорошая новость, которая заключается в том, что... Не знаю, как будет дальше, но пока здесь есть прямо пересказ вот этих классических произведений. Конкретно Иляды пересказаны все основные акценты. Евгений Жаринов не только пересказывает, но он еще делает акценты, на что нужно обратить внимание. Очень-очень все доступно пересказывает, особенно в сравнении с Илядой. Я сейчас вам расскажу, как я ее читала. Это вообще... Мне даже немного стыдно. В общем, когда я прочитала пересказ, думаю, ой, ну зачем я его читаю? Сейчас же буду сама читать произведение. Естественно, я все это пойму и все это узнаю. Но тут я дошла до момента, который называется... Сейчас, секунду. Который называется «Как читать Иляду?». И в первом же абзаце здесь сообщается, что Иляда Гомера в переводе Гнедича – это задача не из легких. Потому что конкретно эта книга переведена не на русский язык, а на старославянский язык. И вроде как это русский язык, но он очень сильно отличается. То есть я вам сейчас скажу. Я думаю, нет, ну что, ну слова-то русские, но буду читать. Все пойму. Я дочитала, я даже отметила, я дочитала до 263-й страницы, я не понимала ничего. Просто читаю, думаю, ну должно же стать легче. Ну должна же я привыкнуть к этим словам. Это русские слова, вроде как русский язык, но очень сложно. Практически невозможно читать. И в итоге я решила, что занятие бесполезное. Прочитала хорошо разбор Жареного. Как я вам уже сказала, он не просто пересказывает Иляду. Он еще разбирает структуру этого произведения. Разбирает, что за конфликт положен в основу. Что мне еще понравилось? Я никогда не знала, что существование Гомера вообще ставится как бы под сомнение. Изначально вообще Иляда состоит из 24 песней, которые соответствуют 24 буквам греческого алфавита. И произошло это потому, что изначально произведение являлось памятником устного народного творчества. То есть Гомер, здесь приводится несколько теорий, то ли он их упорядочил, то ли он впервые собрал от разных авторов произведения. И это была первая в истории редактура произведения. Читать, конечно, такой распор гораздо интереснее, чем само произведение. Я сказала, что к этому переводу я просто не вижу смысла возвращаться. Единственный какой плюс и просвет в этой ситуации я вижу, что следующее произведение будет «Одиссея Гомера». И вот его я точно смогу прочитать, потому что здесь перевод Жуковского. И я вот пролистала. Он просто идеально стихотворный, очень хорошо читается. И здесь все понятно с первой же страницы. Когда у меня вообще появилась вся эта идея прочитать классическую литературу, я вам говорила, что одна из таких основных целей – это глубже понимать современную литературу, понимать, откуда берутся эти сюжеты. Особенно в фэнтези используется очень много всего мифологического. Я вот в первом же произведении, как я говорила, что про хтоническое поняла, также я поняла, откуда Филипп Олман брал своих даймонов. Здесь они, правда, даймоны, но это как бы вторая сущность человека. Вот древние греки верили в судьбу, то есть это Мойра, Айса, но она может влиять на человека не только извне, но присутствует ее частица и внутри человека. И вот эта частица называется даймоном. Ну вот, в принципе, Филипп Олман, мне кажется, именно отсюда в своей трилогии «Темное начало» именно этот момент и использовал. Это было просто суперинтересно. И сейчас я возьму свой конспект, то, что интересного отметила, именно по Ильяде. Конкретно про сюжет здесь описывается, в этом произведении описывается один эпизод десятилетней Троянской войны. Получилось, что эти 24 песни, этот 51 день, собрали в себе вот всю драматическую напряженность Столетней войны. И получается, что изучив Ильяду, или хотя бы какие конфликты в ней заложены, вы получаете представление про всю Троянскую войну, про то, что было в ее основе, про человеческие страсти, которые там кипели. Я, естественно, не буду пересказывать вам всего Евгения Жариного, потому что там, наверное, страница 10 посвящена именно разбору текста. Но скажу, что вот где-то спустя, наверное, страницы 2-3, ты привыкаешь к этому языку, привыкаешь, что тебе все время нужно обращаться к интернету, там, хотя бы к Википедии, чтобы понимать слова. И еще отмечу очень-очень важную вещь. Я читала в своем отпуске, но вот вам советую, если вы собираетесь также изучать античную литературу, хотя бы просто по пересказам, обязательно прочитайте «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Они тоже написаны не суперпростым языком, но это, по крайней мере, пересказы, и их читать достаточно легко. И вот если бы я не прочитала эту книгу, я бы вообще ничего не понимала, мне бы приходилось каждое это древнегреческое божество гуглить, потому что, ну, не знаю, вот кто силен в древнегреческой мифологии, вам будет достаточно легко, вы будете понимать. Я хорошо, что прочитала, иначе бы я вообще ничего не понимала, и, возможно, моя затея из классической литературы закончилась прямо бы на этом уроке. Но сейчас я не намерена сдаваться, и вообще мне очень нравится, как у меня сейчас в голове все это прямо приходит в порядок, начиная от понятия мифа, продолжая его периодизацией древнегреческой мифологии и заканчивая тем, что вот я про... И заканчивая тем, что про Илиаду у меня основные сведения упорядочились, про Гомеры тоже основные сведения получены, и вообще, что из себя представляет античная литература, вот за первое занятие я поняла. Так, и теперь у меня еще два небольших, но достаточно важных организационных момента для тех, кто собирается продолжать смотреть эту рубрику. Неважно, присоединитесь вы ко мне и будете вместе со мной читать, или же просто смотреть, я предлагаю вам выбрать либо понедельник, либо пятницу, чтобы либо на рабочую неделю, либо на выходные. Этот ролик вы, скорее всего, смотрите в воскресенье, наверное, я даже не знаю, какие конкретно числа, я, скорее всего, уйду вперед, чтобы вам заранее снимать, но напишите мне, когда вам будет удобно смотреть эти ролики, я обязательно прислушаюсь. И второй момент, я предлагаю вам вот по этому хэштегу в Инстаграме добавлять свои отзывы, то также участвовать, все обязательно будут добавлять к себе в Стоит, чтобы у нас с вами процесс обучения был совместный, и чтобы мы могли друг друга смотреть, поддерживать и комментировать. Ну, в общем-то, на этом все. Я понимаю, что сегодня было такое довольно сумбурное у меня занятие, сумбурный читательский дневник, но в следующий раз я надеюсь, что уже войду в ритм, покажу вам свой, и как я конспекты веду, и более подробно расскажу, надеюсь, про произведение, потому что Одиссея я уж намерена прочитать, хорошо прочитать. Ну, и мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!